Доброе утро! Мы пришли покупаться в бассейн. И сегодня опять какие-то тучи. Я говорю, вот эти башни напоминают башни злодея. И там, знаете, такое... Должно быть между этими шпилями. А бассейн прикольный. А вон какой-то отель напротив. У них там тоже есть басик. Видимо, с пальмами. Ну, у нас тоже вон с пальмами. Классный отель Детеймпиана. Я оставлю на него ссылку внизу. И стоит он 5, что ли, тысяч рублей номер. Прекрасный ливень. В Азии просто такие порывы ветра и ливень. Видите, прям видно аж кусками, как воду швыряет. Так, ну мы уже сдали багаж очень быстрого трассы. Когда думаешь, что будет долго, то очень быстро. Все поэтому у нас почти 3 часа. Сейчас мы едем в другой терминал на скоростном поезде. В общем, тут в Азии любят такое скоростное сообщение скоростными поездами между терминалами. Так, ну что, я в аэропорту уже Кула-Лумпур. Мы летим в Шанхай и оттуда завтра уже летим в Москву. Мы просто все время забываем, ну не то, что забываем, мы не планируем путешествие. Конечно, удобнее было бы брать билеты, ну там в Шанхай, потом из Шанхая там куда-то попутешествовать на отдых. И уже потом-то сразу напрямую в Москву. Ну и в Скала-Лумпур, во-первых, нету прямых рейсов, мы уже думали поменять свой. Ну и во-вторых, когда не заранее заказываешь, там такие цены на билеты, там просто столько нулей, что ты просто их считаешь, типа просто что происходит. Вот, поэтому летим с пересадками. У нас просто ночь одна в Шанхае. Что я могу сказать про Малайзию? Про Сингапур я думаю сделала отдельное видео, прям вот расскажу свой опыт, потому что там влоги какие-то немножко сумбурные. Про Малайзию, в принципе, если вы летите куда-то и у вас остановка в Куала-Лумпур, я думаю, что один, даже два дня вот полных здесь можно и стоит провести. Здесь очень классный сам вот центр, классный очень город Путражая. Там, знаете, говорят, что это чиновники выстроили для себя город. Но он такой просто очень современный, но при этом небольшой и очень пустой. Там почти нет людей, но все вот, ну, то есть там не высотки, но просто все такое чистое, спокойное. Мы там были пять лет назад и, в принципе, в этот раз, естественно, повторять это не стали. Есть всякие еще там мечети, вот это все, ну, просто это не очень интересно. Я больше люблю какие-то природные там штуки посмотреть. Классный парк птиц очень понравился. Ветроносах, ну, это вот то, что мы в прошлый раз все посещали. Классный очень аквариум. Ну, в принципе, в Сингапуре тоже неплохой, но, не знаю, я их уже за последние годы столько видела, что нету такого, что прям, вау, прям вот умереть и не встать. Все плюс-минус одинаково. Ну, вот морскую звезду в Сингапуре потрогали, а Куала-Лумпур, ну, хороший очень аквариум, да, но все как везде, короче говоря. Ку-парке вообще не понравилось, потому что, во-первых, он какой-то, ну, что-то было закрыто еще, какой-то там пляж с песком был просто тупо закрыт, горки сами низкие, и, ну, не забывайте, что, мам, все это исламская страна, и там как бы люди в одежде купаются. Не прям вот полностью, да, просто кто-то в майке, кто-то просто в платье. Ну, то есть, выглядит это все как-то неаккуратно. То есть, я, конечно, все понимаю, мы тоже купались, ну, вот в платьях, в которых на пляж ходим. То есть, оно, ну, не то, что я хочу там всем свои, знаете, жары показывать. Мне было бы, с одной стороны, в платье комфортно, с другой стороны, ты идешь, это все к тебе прилипает, ужасно все это обтягивает, холодно становится от этого платья, и там платные плюшки, то есть, вот, на которых садишься, на которые катаешься, то есть, там ленивая река такая, знаете, куда садишься на плюшку и по ней течешь, да, там надо платить деньги, ну, там недорого, но, получается, с этой плюшкой ее надо взять, в аренду, на ней проплыться, пойти ее сдать обратно, это что вообще такое? На обычных аттракционах нет, просто берешь и кайтишься, но горки очень простые, и вот из-за этой одежды, из-за этого всего создается ощущение, как будто грязно, хотя, ну, вроде как чист, но просто, конечно, посеян весь химический, ну, не знаю, из-за того, что где понравилось, больше понравилось, например, во Вьетнаме на Вин Перл, Вин Перл, а то про произношение, мы тут начали обсуждать видео про критику, что, типа, Ай Перл называют Ай Хербом, вот, мне Вин Перл проще говорить, чем Вин Перл, Вин Перл, короче, не суть, в общем, там понравилось больше, я перебираю камеру из руки в руку, что устает рука камеры держать, что, типа, прикиньте, не взяла в эту поездку, то есть, в целом, вот, в аквапарк, ну, зависит, опять же, от того, у кого какой опыт, мне не понравился аквапарк, Маргарите тоже, мы катались, конечно, на горках, но, ну, как-то, просто не, и на всех горках, минимум, это вдвоем кататься, то есть, если вы один или по одному кататься, вариков нет вообще, то есть, прям, вот, вообще, и, короче, аквапарк, фу-фу-фу, ну, не в номере же сидеть, отель классный, где, вот, мы были, импиано, он называется, оставлю на него ссылку внизу, ну, то есть, в качестве пересадки вполне себе неплохое место, от Сингапура час лета, но если, конечно, выбираете перелет куда-то, и вам попадает вариант через Сингапур или через Куала-Лумпур, то, конечно, я бы рекомендовала через Сингапур, потому что там намного круче и намного интереснее по ценам, не дороже, то есть, ну, примерно все то же самое. Что еще? А в Малайзию виза не нужна, въезд свободный до 30 дней, ну, естественно, должен быть билет там на дальнейший вылет, броню-гостиницу, но это никто ничего не проверяет, в Сингапуре проверяли. Ну, и, в общем-то, это все, полетели в Китай. В общем, рано я вам сказала, что мы полетели, потому что у нас ситуация задержка рейса на 5 часов, мы должны были вылететь в 16.30, нас завели все в самолет и сказали, что в Шанхае плохая погода, этот коктейльчик сейчас буду пить, и что мы, короче, выходите должны из самолета, мы все вышли, но он говорит, ну, все, через 2,5 часа в 7.30. Вот мы сейчас пошли в 7.00, и как бы шиш, потому что теперь к 9.00. В Шанхае такой сильный дождь, потому что там, короче, плохая погода, мы не можем лететь. Поэтому сидим в аэропорте. Хорошо, хоть нашли у них тут розетки в Малайзии, другие хорошо, там одно кафе с обычными розетками. Вот сидим, уже два раза поели, попили, все сидим. Пока мы сидели, общались с вами в Инстаграме, по поводу Телеграм, привет вон всем, кто пишет. В общем, у меня теперь есть канал в Телеграм. Кто-то сделал стикеры с моими рожами, нормально вообще. Канал, короче, называется Наталина MUA. Короче, не смотрите, там что написано. Вот, можно здесь вот в Search набрать мой номер. Блин, мой номер, что я говорю? Короче, вот здесь вот, где Search for Messages for Users, можно набрать Наталина MUA, она выдаст мой канал. Это такой формат типа текстового блогинга. Ой, пока у меня тут матная картинка висит, но я надеюсь, к тому моменту, когда выйдет этот блог, там будет не только одна эта матная картинка. Ну, в общем, подписывайтесь. Я оставлю ссылку тоже на этот канал внизу. Иногда, чтобы себя мотивировать, захожу и смотрю сумки от Луи. У меня вопрос к Маргарите. Почему она мне до сих пор не заказала эту сумку на день рождения? А почему? Я даже плеваться начала. Подожди, сейчас фокус настроится, и мы с тобой обсудим эту тему. Маргарит, ты не отвечаешь на мой ответ. Это почему? Не смела женщина? У меня сейчас глаз выпадет. У меня день рождения скоро. Привьюшься. Ну, вот. Короче. Карри тоже по мохнатке хочет избить китайца. Короче, пять с половиной часов по зданию рейса, потом час на такси. Почти полтора часа ожидания такси. И финальный штрих. Вот там вот дверь есть крутящаяся, и мы в них застряли. И вот на стойке ресепшн, вот у нее два паспорта. Она пять минут стоит, Маргаритин смотрит. Она такая, ну, типа, имя не то. Действительно, второй паспорт не надо открывать. А так все нормально. Думали. Так, что происходит? Думали, прилетим в 21.30, выспимся в 11.40, на следующий день рейс. Выспалась? Сейчас в 5 утра. Выспалась вообще. Дожёвка будет. На 5 дней вперед. Так, это мохнатка сейчас просто уже. Она пятый раз вводит мою имя, фамилию, компьютер. Это точно по мохнатке получится. У нас просто есть поставщик, но у нее ткань такую пушистую, покупаемую, мы зовем мохнатка. Вот откуда у нас просто прикол по мохнатку. Но они там, да, под мохнаткой. О, подожди, уже ключ выписываю. Есть шанс. Ты знаешь, тупой, еще тупее. У тебя есть один шанс из миллиард. У меня есть шанс. Рамада. Отель. Слава богу, зачекинились. Но за 20 минут-то можно было. Ну, так вроде все прилично очень даже. И смотри. Нам дали сникерсу подарок. Мне объедешься. Гуд найт. Конечно, на ночь сникерс сожрешь. Ну, все, мы поспать на пару часов. Привет. Мы проснулись. И мы сейчас идем бесплатно в шатле. Которое от отелей идет. Выселение заняло 23 минут. Просто это... Я не знаю, это скорость у Литкина. Да, взял одну бумажку, понес. Тут еще депозит 10 тысяч рублей. Просто мини-бара нет. Ничего нет, никаких развлечений. Но почему-то все равно... Хочешь-не хочешь, тысячу юанину, 9 тысяч рублей, платить депозитам. В Европе, мне кажется, вообще никаких депозитов нет. Но китайцы идут, включились в бедок. Вообще прям... Стоим, ждем посадки. Мы прям успели тютелька в тютельку. Мы в этот раз с бизнес-классом летим. Хоть поспим. Мне кажется, мы когда пролетели, я после того, как в самолете поспал, лучше себя чувствовал, чем после вот этого двух часов сна в гостинице. Состояние просто такое. Ну, домой уже хочется немножко в Китае. Конечно, просто высасывает все силы. Опять все тело сразу чешется. Вся рожа в прыщах сразу. Ужасная экология. И у меня организм просто на питание, на косметику, на внешнюю среду не реагирует. На плену даже не особо. А вот на воздух прям сильная реакция. Ну, то есть просто вот я тупо выхожу, начинаю решать воздух и начинает чесаться. Это пипец. Ну, здравствуй, подруга. Таких леденых пролетов на склассе вообще не было, что просто было необходимости. Потому что можно реально лечь, просто поспать. И спина не больше. Для таких пролетающих пролетов спина у меня уже все поднимо. Просто как бабка. А ты вообще меня на год старше, ты вообще как бабулек. А я не... Старость вообще не рада. Пьяница, мать, горе в семье. Хорошо, что у меня только собаки. Ура! Все, мы долетели вообще. Ну, как телепорт просто, когда летишь. Потому что посмотрел кино, поел, поспал, проснулся, поел и все через час прилетел. Ой, прекрасно. Домой, домой.